Какой злой однако кабан Ну то есть понятно, за нами волк идет по пятам, он отбирает у нас земли, плюс кабан он подносил, то есть нас начинают зажимать, вот реально зажимать, плюс замок мы его не захватили, ну как, мы его просто разбили и свалили оттуда, мы как бы поднасолили. Так, земли кабана, за короля и королевство, часть четвертая. Буквально на следующий день после устройства лагеря к вашему войску присоединяется странник капюшон. Ух ты, интересно. Вот мы и встретились. Наши братья долго молились, чтобы вам удалось добраться сюда благополучно. Мы рады, что вам пригодились представленные нами сведения, но теперь наш черед просить помощи. Герцог Детрюф пытается добраться до тайных документов, хранящихся в нашей библиотеке. К счастью, сейчас его войска по ошибке ищут их не там, где нужно. Братья собирают средства, чтобы укрепить старый монастырь, где хранятся рукописи. Однако у нас не хватит сил выдерживать его атаки хоть сколько-нибудь долго. Мы надеемся, что вам пригодится найденный нами секрет огненной руки, и вы сможете удержать его там. Так, секрет огненной руки. Монаха, да? А подогнал? Так, ладно, слушаем. Детрюф, найдите их и уничтожьте. А у меня найдутся дела поважнее. Это будет славная охота. Я выслежу их, поймаю, а затем позаботаю, чтобы они умирают долго. Вы должны сдерживать кабана, пока монахи не наберут достаточно камня, а затем отступайте. Основное ваше преимущество – болото. Это и естественные препятствия, и источник смолы. Монахи открыли вам секрет огненной реки, так что наполненные нефтью рвы сослужат вам хорошую службу. Кроме того... Так, ну тут понятно, это нам рассказали подсказки. На том, что я сказал, монах, да, в капюшоне вроде такой тип, а... Этот... подогнал чертеж арбалета, теперь подогнал тайну огненной реки. Вообще охренеть, да, тип вообще такой. Монахи, они всегда были хитрые. Так, секрет огненной реки. Поэтому давайте разместим вот так вот и добавим еще вот здесь, вот так. Закроем. И здесь закроем, и здесь вот так. Все, башня поставлена. Я не знаю, насколько этого всего хватит. А, это еще бойцы. Так, ладно. Надо посмотреть обязательно параметры игры. 36. Ну давайте поставим сорокетник. Потом ускоримся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, откуда будут нападать? Я так понимаю, нападать вот отсюда будут? Ага, хорошо. Монахам нужен камень. Написали, что очень хорошо в этой местности произрастают яблоки. Яблоки это круто. Это то, что нам нужно. здесь я делает кожу арбалеты нет лучников пусть лучше арбалеты как-то я не очень жалую так теперь 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 мясо нам надо построить домики яблоневые сады домики будем где-то вот здесь в чаще строить я думаю для начала столько хватит коровы у нас все это есть склады все хорошо теперь давайте глянем огненной реки да ну вот это то есть рвы с нефтью и мы можем поставить вот эту штуку вот так вот она ничего не стоит это жаровня вот за которой говорил огненные стрелы которая дает это крутая это крутая тема здесь она стоит по моему стоит на этой башне так рвы 10 штук давайте сделаем потому что бомбить они будут по-любому немножечко расставим я помню когда играл в этой скажите мне пожалуйста в свободном строительстве я столько этих ров рвов понаделал что у меня вообще игра вылетала вот ставишь одну клетку рва и все и у меня вылетает вылетает так но это ладно это все отступление лирически нам нужно добывать камень 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 а мы его купить можем давайте проверим то есть может быть нам и не нужно нет нам нужно его все-таки добывать значит надо что-то придумать они могут его я вот думаю понимаете вот вот как лучше они же они сюда придут и я кстати не знаю сейчас я тоже немножко потупил я кстати не знаю людей получается сколько он отправит ко мне может быть он отправит целую хреновую кучу ага он сделал нас нету склада но это что-то как-то муда лоханулись а давайте два склада кожу делать нам кожу или не делать я не знаю зачем нам кожа арбалеты не будем мы короче делать разрушим смелое решение если честно но я думаю но правильно давайте блин уже ё-моё много их честно ерунда вообще но есть проблема если сейчас они подожгут рвы это будет конечно печаль зря мы их соединили давайте мы их уберем кстати когда мы их убираем на склад возвращается по моему нет просто если они сейчас загорятся это будет конечно колоссальная проблема но ладно пока что горевать не стоит я думаю надо немного монахов они воюют засадить на этот на наш замок пусть они там будут а а чё они не могут что ли поджечь они же вроде бы должны поджигать вай-вай-вай-вай-вай-вай вот это у меня промашечка вышло это нехорошо нехорошо стоять а чё нет медленно так идут офигеть вот это я лоханулся конкретно все лучников у нас уже не будет а зачем они башню ломают вопрос меня таком да это конечно было вообще упущение с моей стороны такое жестко 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 я чё-то как-то даже не подумал об этом да убейте вы его уже быстрей давайте убивайте надо отремонтировать башню все упал упал что с провизией все плохо с провизией сады ябло яблоневые это очень хорошая вещь когда у вас получается очень мало еды и вам надо как-то быстренько они быстро цветут и приносят неплохо еды но все же самая профитная как я считаю по моему мнению это естественно этот скажите мне хлеб это булочки вот эти вот которые делают это это самая бомбовская вещь так дерево понятно о принесли эту тему давайте мы посмотрим что у нас вообще по камню происходит люди собирают люди работают все есть это плохо что его не убили он возможно сейчас придет и захочет убить наших этих и мы еще с вами не построили на им на им на им на им а где он кстати да он пропал а он туда не пошел ну и слава богу 4 а вот 14 камня а почему и почему мы не можем деревянный на им строить вот у меня вот интересует этот момент странно у нас кстати много которые этот носят эту штуку и сейчас я вам покажу нефть нефть которые носят провизия вот смотрите видите яблоки они уже носят яблоки яблоки прибавляются но чтобы допустим было у нас вообще без проблем моё любимое то есть это это поля ах да ё-моё ну что ж такое давайте ребятки по дереву разберитесь по-быстрому как мужики по-быстрому 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 разобраться по-мужски все два быка 233 быка едет у нас отлично сейчас они привезут нам камням нам бы как-то вот как-то я даже не знаю они сюда не могут пройти а нет они идут только этой дорогой но мы не можем вот так вот отстроиться вот так потому что жалко как бы терять нефть чисто из-за этого хотя хотя мы можем мы можем вот так их застройки но это тоже камень а дерево мне сейчас нужно копейщиков поведем в замок этих тоже в замок этого на башню и этого блин лишь бы они успели камень донести вот серьезно это это самое важное за что я сейчас волнуюсь за камень так мы построили два поля будет камень мы сможем нанять людишек и и теперь давайте я покажу вот вот эту вот штуку где бы построить то давайте вот здесь и и пиндюрим инженер 1 так инженер ты можешь построить а чё он не может котлы делать еще пока походу а ну-ка в монахе ом его в монаха переделали поможет 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 бог не переживай короче понятно понятно что ничего не понятно так где тут этот кабан нету кабана деньги нам нужны бабки блин не туда нажал нам надо поднять им довольство где здесь это наверно вот туда давайте самое дешевое за тридцаточку как всегда наши любимые качельки это нельзя здесь разместить милор это нельзя здесь разместить милор качельки крутяк крутяк мы и нормально все это этого нам хватит давайте наверное двойной как она в смысле пустеет милор умеренные налоги люди все замечательно все с едой мы разобрались с этим мы разобрались так кто тут у нас кто-то уже атакует атакуют эти куда-то пошли не знаю куда они блин и тут они могут пройти да что за хрень черт вот я вот не хотел чтобы так случилось а но походу походу да случилось что случилось свалите оттуда дайте я застроюсь есть все застроился все равно видите все равно а что же делать а как тогда мне пройдет собака или собаки пофигу они разрушили башню и стоят курят бамбук давайте стоя ставим вот эту фигню наверх блин и давайте гасить этих ублюдков есть готов нет 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 лишь бы он ничего не разрушил есть эти пошли куда-то непонятно куда хорошо что золотишко подбавилось они лестницу а я не пойму почему мы не можем залезть они разрушили лестницу да разрушили вот гниды по другому их и не назвать и тут не построить а они могут залезть сюда пусть залазят давайте я думаю они смогут атаковать их и копейщиков сюда же блин давайте 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 копейщики подходят сейчас они будут тоже справляться потихоньку можете рассчитывать на нас вон тут еще копейщики давай 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 а че они стоят я не могу понять скажите мне пожалуйста че вы встали ребята идите сражайтесь и они видите они почему-то даже не спешат они они не бегут даже вот я не понимаю в чем причина вот такого вот пассивное знаете такой обороны хотя вроде активную выбрал победили победили но какой ценой нас постоянно трепают у нас постоянно камень заканчивается пробили сломали опять лестницу уроды вонючие давайте поставим починим точнее не хочет что ли чиниться ну значит поставим новую вот так не понял нет могут заходить нормально этих тоже заберем на крышу денежка есть люди есть но людей надо поболя с домами кстати не увлекайтесь это мой такой небольшой совет я по-моему уже давал этот совет но дам еще раз потому что дома это такая вещь интересная вот прям интересно насколько только можно потому что что делает дом он короче прибавляет вам 8 человек но 8 человек это значит еще 8 дополнительных ртов ну сами понимаете это серьезное такое заявление 8 дополнительных ртов так люди долго прибавляются кстати с деревом у нас все нормально давайте мы можем построить еще немножко быков думаю вот так построим я немного неправильно каменолом не разместил тут можно было больше поставить ну ладно не страшно с деньгами у нас тоже все в порядке мы можем закупить луки нам допустим не нужно железо и уже не нужно вот эта штука давайте купим луков 49 луков это это хорошо и теперь мы их засадим на башне засадим на башне кстати башне можно будет ух какая башенка блин ну правда камня очень много нужно камня теперь все дело в рекрутах у нас в принципе а так у нас ну теперь никто не пройдет вот честно вот такая толпа которая у нас сидит это это бомба вот серьезно никто не пройдет и плюс у нас еще и делаются луки с едой у нас сейчас наделают нам булочек хлеба у нас все везде с вами схвачено поставки еды налажены поставки нефти кстати насчет нефти нефти и металл это точнее не металл ну пусть будет металл очень классная вещь на которой можно зарабатывать деньги но так же как и металл сейчас я вам покажу стоит это дорого ну по дереву смотрите двадцатка и тут двадцатка на начальном этапе это чересчур а тут смотрите раз два три четыре четыре впихнуто пять пять шесть семь восемь вы видали восемь шестнадцать сто шестьдесят дерево на старте да нам грубо говоря подарили просто вот этими как их площадками вот нефтяными скважинами которые построены а это я вам хочу сказать не хухры-мухры она дала вот буст чтобы закупить луки в принципе так и можно было поступить не строить вот эти вот домики а закупить луки и отбиться от первой армии которая на нас нападала но понимаете кто бы об этом думал тогда понимаете в чем проблема кто бы об этом тогда думал никто об этом не думал поэтому есть как есть едят они круто давайте двойной рацион конечно замечательно давайте тягостные сделаем ты можешь продовольствие 9 убывают убывают это потому что потому что потому что два поля это конечно маловастенько маловастенько надо еще хотя бы я думаю два построить тогда будет немножечко получше для сколько там я хотя наверное 4 кинемся но дерево много вот люди вот самый главный ресурс это это люди надо смотреть что у нас сколько у нас людей давайте вот так вот наверно впихнем теперь у нас с едой вообще никогда проблем никаких не будет и еще можно я бы то там уже настолько все схвачено ребята что атакуют они нас не атакуют нам уже реально пофигу серьезно так можем еще построить но это понятно все ну едят они конечно за десятерых конечно готово кто тут на нас нападает ай-яй-яй-яй-яй давайте ребятки защитите быков нет 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 ну блин быки быки ребята нет камень быки черт убить этих тварей просто уничтожить давайте вот этого убейте его вы поливаете вообще как эти все писец нафиг один ублюдок а как они могут пробежать я не могу вот у меня в голове не укладывается вот как так вот я не понимаю вот как вот он отбежал урота сюда идемте будем выносить ублюдков активная оборона я не понимаю почему на активной обороне они ведут себя пассивно вот прям очень мне это интересует как они тут пробегают я тут ума не приложу я же тут все застроил как это почти не осталось что с провизией все там нормально блин что ты ноешь им же надо людям есть что то давайте выпаливайте все все стрелы которые у вас есть что по камню 32 камня ну ребята вы меня реально от разозлили я вам отвечаю вот правда вы меня разозлили я построю башню сейчас и вам будет хана вот так построить башню засадить на нее лучников и все но только здесь конечно нет а вот здесь да чтобы они могли выносить всех ублюдков которые пытаются завалить моих быков любимых блин а и здесь не построить через болото вот эту стенку каменную и они пробегают по этому болоту дурацкому а эти почему не ходят вот этой вот дорогой почему они сюда не ходят я ума не приложу давайте мы их застроим нет камень сильно расточительно давайте сэкономим деревом их застроим я правда не знаю почему они так себе ведут вот так вот нормально у них теперь нет выбора кроме как идти вот так вот да может быть они тогда не будут вот этот вот длинный крюк делать такой чертовщина какая-то ладно всех этих лучников значит они не могут все поместиться все равно сейчас мы засадим вот так вот можно вот есть вот такая вот фишечка ага уже походу почти максималка видите все теперь вот уже максималка уже нельзя засадить король пришел проверяет проверяйте по у ребятки чего тут делаете что только как у вас тут все на мази все в порядке у нас то тут все в порядке ты бы дядя спрятался в свой замок так еще башню сделать или забить вот 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 в чем вопрос сделать еще башню или забить даже не знаю давайте наверное немножечко мы поступим по другому мы то всех выведем вот эту башню мы развалим но взамен нее не получается да так не хочет она тут строится хочет отлично построилась это круто теперь мы это сделаем вот так единственное только не понимаю почему нефть не поджигается вот я вот ума не привожу почему так происходит поставил я эту штуку или нет уже ровно все поставил и вот им тоже надо поставить вот где две три чем больше тем лучше чтоб они все угнены и все равно смотрите все равно они идут сюда по вот этому проходу давайте наверное что мы сделаем мы вот эту вот хрень мы ее вообще закроем вот так и все у тебя бык может пропасть а это страшно а все он пошел по другой дороге все давайте мы закроем мы вообще не будем ее открывать это чисто для декора у нас будет стоять потому что опасно 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 очень так для декора но они теперь не могут подняться сюда подымайтесь тогда и сейчас надо будет закрыть ее да долго быки возят камень а тут уже одна полная надо больше буков поставить вот так ну конечно это я маху дал но нормально пойдет маху тоже иногда можно давать еще сделаем лучников я думаю те кто смотрят мои летсплеи вы уже поняли да что лучников я просто обожаю это мой я не знаю наверное самый любимый персонаж в этой игре мы пехота еще один из любимых таких персов военных вот мы пехота это просто бомбовские ребята вот я их ни на кого никогда не променяю потому что они реально бомба вот это вот мои самые любимые персонажи так камень мы покупать не можем в этом проблема бабок у нас хоть жопой жуй еды у нас тоже тьма нас всего хватает монахи у нас стоят быки у нас чисто теперь время давайте мы ускоримся потому что вот правда я не знаю что делать у нас время на максимуме сейчас будет мы сейчас должны быстрее заработать этот ой скажите мне а я скажу вам заработать камнем вот заработать да быть ладно добыть камнем смотрите у нас сколько у нас уже два стога полных сена и уже собирается 3 у нас мельница не успевает перемалывать вот у нас получается 6 полей вот берите себе на заметку 6 полей в принципе могут обеспечивать спокойно и получается 5 10 этих пекарен могут обеспечивать население в 114 человек и плюс не забывайте вот эти ребята они тоже жрут то что они возле костра сидят это не значит что они ничего не хавают они лупасят за троих наверное там если не больше их тоже в расчете берите что они пожрать любят эти уроды так тут у нас камень камень пошел в деревнях говорят что видели отряд кабана в этих краях вот думаю сюда людей каких-нибудь я не знаю вот сюда на защиту кого-то поставить тоже лучников а то сейчас они опять моих быков завалят жалко я быков не люблю когда убивают вот так вот сделаем складик прикольно кстати получилось сам сделал сам себя похвалил но кто еще похвать кто тебя еще похвалит коль не ты сам чё а вали давай драться надо кабан идет ох ни хрена себе блин блин быки сейчас умрут опять ребятки активизируемся активизируемся давайте по максимуму ох как сыпет сыпет стрелами отлично просто отлично вообще я бы сказал даже великолепно не то что отлично та не 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 дальше там резона нет но это конечно неправильно я не должен их туда пускать гляньте гляньте как они как они засыпают вот тяжелолатники здесь вообще не катят надо больше мы пехоту пускать ну камня мы уже практически заработали сейчас вот этот бык выгрузит камень вот этот и а ну все вот эти сейчас по-любому все миссия у нас выиграна лучники как всегда затащили поэтому это ма маст хэв вообще самые лучшие персы которые тут только есть но они стоят наравне с ребятами мы пехота вот эти вот пацаны прям вот я их обожаю этих мужиков они прям вот ну не знаю я их люблю вот это да босс мы пехота давай давай боится победа отлично все великолепная победа ну я думаю отлично отыграли ребят поэтому ставьте колокольчик пишите комментарии лайки обязательно с вами был Акамарачи и встретимся в следующих сериях пока